доброе утро доброе утро друзья ну что начинаем новый день я в добыла я не была в добыла наверно даже не скажу сейчас сколько времени последний раз я была когда открывался второй этаж в рда магазине second hand и вот тогда была последний раз делала обзор сколько это было времени назад я не помню и после этого я так вот здесь в добыла вроде не было погода хорошая пасмурно немножко после летней жары очень хорошо ну и я подумала здесь магазин рда здесь есть еще один second hand и решила вот за долгое время приехать по работе посмотреть меня планы такие сейчас пройтись по магазинам потом пообедать в кафешке тут в отеле при отеле ну и потом возвращаться в рио покажу вам уже знаете начинают желтеть листва уже так знаете скоро будет уже осень осень сейчас покажу листья уже желтеют посмотрите каштаны скоро уже будут падать возможно уже падают созрели очень люблю это время когда падают каштаны сейчас с вами пойдем по улице бриебас это центральная улица до было она идет до старинного замка замок этот реставрирован мы там с вами кстати были тут очень красивая посмотрите какой кошек ну ты красавчик черный красавчик вот такой да смотрите домашний наверное ну ладно тут очень красивая площадь на ней церковь так что вообще городок маленький красивый компактный здесь мы были летом с валентиной моей приятельницы есть здесь парк сирени даже не парк даже не знаю как называется скажите мне пожалуйста там где очень большой выбор разных сортов сирени растет вот там мы были с валентиной так что вот от риги ехать полтора часа и билет на маршрутке тут в основном идет маршрутка билет стоит 335 и вот если по этой улице идти то можно дойти до очень красивого замка старинного и там дальше есть спортивная школа потом на другую сторону как-то но на той стороне через мостик я не была не доходила ни разу вот смотрите уже падает каштаны если так брать то уже можно видеть этот пустой а вот этот потом смотрите маленький маленький каштанчик зато вот здесь во целый красивый каштан кстати я так один раз делала но я не знаю в общем рассказываю про каштаны меня этому научила одна знакомая наша лежанка она сказала что от боли потому что все равно моль появляется как бы ты не старался потом перетряхивать одежду а моль сейчас знаете такая перри родилась как сказать такую моль которая везде появляется не только в одежде а даже там где за диваном может быть очень пыльно например ну вот и от 0 и есть средства это каштаны раз в год покупаются какой покупается чтобы собираются каштаны и везде где может быть скопление как бы вот этих личинок до туда кладется какая-то небольшая кучка каштаны вы знаете я так один год сделала я не могу вам точно сказать было ли это действенно все таки или это не было действенно не знаю не могу вам точно сказать но один год я так делала вот отель до было там это кафешка прошлом году по моему я тоже когда приезжала сюда с ночевкой вот там останавливалась тоже был ролик это было не помню нет по-моему на основном канале на этом и вот там если идти туда по дороге там дорожка на площадь центральную площадь добала нашла очень интересное платье ну как все таки дг это знаете я понимаю что это китайский я все это прекрасно понимаю пытаюсь найти ценник но не нашла к сожалению потом еще одно платье хорошая нашла отдала девушка-девушка-продавцам как-то я знаете сразу так много что интересного вам нашла показать ой 99 цента смотрите какой здесь и гуал и кстати куртка нордфейс нашла 783 такая кстати классная цена хорошая и еще классную куртку нашла тоже смотрите какая это в больших размерах 690 стёбаная и очень классный цвет воротник велюровой видно вам большая она мне вот так видно к сожалению большая так принципе за эти деньги можно было ее купить рукав длинноват очень классная куртка это наверно где-то двадцатый размер в этом магазине всегда много людей а сегодня так особенно сегодня среда и привоз если что-то еще найду красиво уверена что найду то вам покажу непривычный 10 гуаль двухцветные такой знаете всегда 10 гуаль очень яркие 783 из карточка конечно клиента 10 процентов скидка так вот я в принципе зашла в этот rda здесь удобно ну и конечно по работе и плюс еще хочу найти себе какую-нибудь битловку возможно не одну потому что я посмотрела в еще дэме в заре они все маленькие вот потом сейчас я пока просто смотрю платье смотрите что интересное какое-то посмотрю в больших размерах может быть найду себе парочку я видите что ну как не то что там люблю не люблю но мне нравится битловки водолазки с таким маленьким воротничком небольшим такой знаете когда его надо делать вдвойне мне нравится просто маленький и чем д яркая платьишка красивая ну вот и забежала так опять 10 гуал 783 и забежала была в центре города забежала в ищен дым и в зару они подождите я была выходной в альфе ну вот ну короче там ничего кроме перчаток таких знаете которые вот сейчас тоненькие я ничего не нашла и водолазка в том числе опять еще и чем дым очень много и чем дыма красивая смотрите какое платье 470 как крылья да он такой спортивная кстати классненько написано что с к но нет все-таки наверное с к я в него не войду к сожалению а можно было бы померить красивое платье в маленький размер 626 на трикотажную здесь отрезную красивая такое тяжелое увесистая знаете ну то есть такое даже не знаю как как объяснить богатая сейчас как раз знаете осенью ходить платьишко надел сверху курточку косуху классно платья от куз 783 черная маленького размерчиком прямое красивое вот еще на осень смотрите какое хорошее платье 384 длинный рукав город хороший тепленький и цвет красивый и еще одно платье кос 850 тоже маленький размерчик такой однотонная до колено кому-то может быть чуть ниже колено вот такого плана мне нравится футбол этим водолазки но я вижу что она мне будет в обтяжку хотя и цвет хороший конечно 12 мне маловат евро 30 цена хорошая конечно но к сожалению или вот такая тоже чуть побольше но она не перекидывается знаете вот не двойной воротничок тоже цвет хороший ткань классную но тоже маловато будет натянуть то я конечно могу ее на себя так 420 но это тоже не очень хорошо ну конечно же сумки несколько сумок которые я вам сегодня покажу я не знаю что комментировать я уверена что это конечно же фейк скорее всего естественно китайские но довольно часто я кстати в этом магазине в до было в прошлом году купила очень хорошую свою сумку кожаную вот хорошего бренда сейчас не помню какого лень знаете пойти посмотреть но она реально очень классная сумка правда большая я ее не использую очень редко использую потому что я не люблю большие сумки но вообще именно вот в этом магазине в до было и сумки довольно неплохие ну фейк конечно но неплохие 36 евро это кельвин кляйн смотрите какие красивые то в идеальном состоянии просто в идеальном классно а еще смотрите какие интересные и чем дым прикольная правда как туфельки 5 так 5 евро тоже абсолютно новые тридцать седьмой размер а тут вся обувь новая смотрю стоит на вот этой полке вы знаете мне кажется я на втором канале о timberland я на втором канале рассказывала что что сейчас rda торгует до timberland торгует не только был вещами но вот например обувь у них есть абсолютно новая так ванц тоже классная 25 евро в общем вот друзья а это что за ботики сейчас покажу вам не вижу к сожалению но вот эти не новые так том то я ну и конечно как всегда в это время уже в рда очень наш выбор верт не одежда начиная с более тонких ветров очаг вот сейчас ходить и заканчивая уже более теплыми и мех искусственный так 10 евро тут я еще видела вот такой мех 20 евро в общем знаете мы с вами зашли собственно за бетловка получится целый обзор секонд-хенда я добралась уже до больших размеров но пока только вот что нашла вам показать и так понимаю что это модель шотландия стопроцентная шерсть кардиган 2810 минус 10 процентов на камеру он показывает такой знаете как бледно-бледно-бежевый но немножечко поярче так что вот если кому интересно то он большие размеры уже в другом месте в конце зала нашла вот такую корзину она стоит около обуви а еще в магазинах rd в основном где выбор сумок есть они в разных местах не так что знаете вот в одном месте там корзина а нужно смотреть в нескольких местах ну и вот этот рюкзачок в общем то знаете можно было бы и купить он небольшой довольно вместительный но у него проблемы дефект там кстати на бирке было написано что дефект у него видите не застегивается кнопочка то есть ее в ремонт ну вообще как-то знаете нелогично я не люблю покупать чтобы потом переделывать это крайне редко бывает если я покупаю что-то переделать а сумки ремонтировать особенно сложно и вот именно не там где-то что-то зашить а именно замочки поэтому к сожалению ну вот еще одна сумка в общем вот показываю выбор сумок очень хочу что-то в вот ну все промониторила первый этаж иду на второй я вам показала да вот этот весь магазин первый этаж кроме мужского и детского все женского промониторила и то же самое на втором этаже пойду туда мониторить и на втором этаже тоже сумки все тоже только на втором этаже дополнительно текстиль на первом этаже когда-то был текстиль но сейчас его убрали с первого этажа там расширили детский отдел спортивный и весь текстиль перенесли на второй этаж опять сумки очень периодически я буду молча вам показывать потому что я ну собственно говоря что комментировать сумки вы все видите иногда даже знаете я не знаю как прокомментировать сумки вот здесь например видите дефект и кстати довольно часто в рда если вы увидите то вот так продавцы особенно в то было вот так вот вешают как бы собирают образы полностью какое-то платье джемпер обязательно верхнюю одежду палантин и вот так если есть как бы какая-то сумка то есть можно просто подойти посмотреть именно образ весь и также в принципе его померите купить и я вам не показываю потому что это знаете отдельная вообще тема бижутерия бижутерии в безумное количество в рда всегда немножко покажу вам тоже вот такие коробки они стояли на втором этаже у окна отдельно перчатки отдельно носки так что кому тепленькие нужно перчатки зимние и носочки то вот тоже можно посмотреть барда ноги на втором этаже нашла пальто такое классное но она мне маловато 30 евро стоит потом покажу вам производителя капюшон есть сейчас секундочку вот здесь покажу вам вот такого красивого цвета серебристого пальто с капюшоном с капюшоном но здесь маловато хочется чуть-чуть по просторами из вами стоило 10 евро например но там 12 30 евро не не хочется не так что вот так я спустилась уже с 2 этажа и тут нашла смотрите какую шапку классную вот это мне не нравится я посмотрела что ее можно снять но отпороть а так смотрите какая хорошая довольно теплая плотная серый цвет не хорошо 280 стоит 280 я думаю что мне эта шапочка нужно не помню эту сумку я вам показывала или нет вот так сделала именно эту фиолетового немножечко дефект и тут дефект видите он какой-то след 626 я еще пока я гуляла на втором этаже тут на первом этаже вывешивали товар который у них ну не каждый день товар вывешивают в течение дня на сегодня как бы привоз и вот такой вот пальто красивый цвет мне понравился цвет пуговица конечно три шапки цвет понравился и по размеру мне хорошо есть карманы они зашиты кстати единственное что рукава длинноват новая сберкой 36 евро 22 да правильно я поняла 22 18 размер только что курточку вывесили 15 евро кожаная с вышивкой сейчас посмотрим кожаная на или нет маленький очень размер довольно интересно знаете на кожи вышивка я не совсем так маленькие буковки ну вроде как никуда это я приехала в 10 сейчас 2 часа 11 12 на 4 часа как знаете один не пролетел пока была магазине дождик пару раз прошел в общем но очень трудно вот весь магазин надо промониторить кроме детского мужской и женского текстиль ой особенно вот видите да два этажа огромный магазин как красиво пойдемте прогуляемся по улице брибас до замка очень красиво особенно сегодня в такой знаете когда начинают уже желтеть листва просто чудесный вид очень красиво а через недели полторы будет еще красивее когда все все будет желтая будет просто великолепно и И вот знаете, сегодня среда, а в понедельник в этот был привоз в двухнедельных Хуманах. У нас их четыре в Риге и пятая в Елгаве, шестая в Юрмале. Так вот, я проехала в Сирижские Хуманы в понедельник. Я ничего для работы не нашла, представляете? Вообще. И знаете, меня это пока не особо пугает. Но ты думаешь, а если вот больше как-то, знаете, товар, может быть, меняется в Хуманах, ну именно в закупке. И ты думаешь, а если то, что тебе нужно, больше никогда не будет, а что ты будешь делать? Я так подумала и подумала, нет, я лучше не буду об этом думать, потому что реально. Ну, это очень печально будет, в общем. Ну что, в Добро есть еще один Second Hand, я сюда пришла. Я вам его немножечко покажу. Сегодня, кстати, я так поняла, что привоз. Здесь на входе большой выбор палантинов. И знаете, я уже была здесь в прошлый раз. Такое впечатление, что товар берут с Хуманы и РДА, и вот этот магазин в одном месте. Если что-то интересное я найду, я вам покажу. Цены, кстати, практически такие же, как и в РДА. Ну и ассортимент вроде тоже. Ну вот, хочу вам показать. Три пятьдесят – это пододеяльник финский финналаусон. Может быть, неправильно произношен. Так, для сравнения, чтобы вы сравнивали. Ну то есть... Так, еще один тут пододеяльник. Два пятьдесят. Ну, по текстилю даже дешевле, возможно, чем в РДА и Хумане. Такая, как джинсовая рубашка. Три пятьдесят – косовская. Маленький размер. Есть карманы. А, нету карманов. Такие, как вставки. Длинный рукав. Ну, я вам хочу сказать, что сто процентов товар абсолютно берется там же, где и в Хумане. Потому что все, практически все бренды, ну то есть здесь и есть, как и в Хумане. Потому что у нас не все в Риге секунды, ну скажем так, вот есть одна сеть, две сети, у которых абсолютно другой товар. То есть заходишь в магазин и сразу... Так, это Инда за сториз. Угу. Три пятьдесят. Блузон. И сразу понимаешь, что товар абсолютно другой. Но вот здесь такой товар, если вам нравится Хуманер, да, то вот можно, те, кто живет здесь рядышком, можно смело прийти и что-нибудь найдете. Очень симпатичная рубашка. Джинсовая вставка. Четыре евро. Это здесь и гол. Симпатичная. Ну вот, друзья, я уже вышла, сейчас я вам покажу. Вот так. Дейстерая Илла, 12А. Вот дорога. Красивый замок разваленный. Все, я уже хочу кушать. Очень красивый небольшой парк. Там за деревьями фонтан. Чисто, ухоженно. Там жила семья лебедей. И когда года два назад, наверное, я приезжала сюда, то вот там жила семья лебедей. Мама, папа и, по-моему, то ли трое, то ли четверо. Маленьких лебедей, деток. Красиво, правда? Смотрите, какое небо шикарное. На улице довольно тепло. Я взяла с утра куртку-дождевик. Ну, как-то, знаете, приехала в ду, было и сняла. Потому что посмотрела по программе, по-моему, то ли 14, то ли 15 градусов. Довольно тепло. Поэтому вот здесь у меня куртка-дождевик. Иду так хорошо, знаете, свежо. Ветер свежий. Супер. Маленькая, очень красивая площадь. Центральная. С красивым католическим костелом. Нет, церковь. По выходным часто здесь проходят ярмарки. Такие, знаете, селька с продукцией. Селька. Ладно, короче, вы поняли, да? Ну, конечно, когда праздники какие-то, то тоже основная тусовка проходит здесь, на этой площади. Сентябрь месяц. Посмотрите, какие цветы растут красивые. Скажите мне, а что это за цветы? Кто знает? Я уверена, что кто-то из вас знает. Ну, меня спрашивали, что за кафешка. Вот кафе, это при отеле Добало. Работает до 8 часов с 11. На мой взгляд, здесь очень вкусно кормят. И обстановка очень такая, знаете, уютная и домашняя. Ой, как хорошо. О, нету больше аквариума, а жаль. Покажу вам очередной раз меню. Я вам уже несколько раз показывала. Хочу супчик с солянкой. Диана зуба, это, ну, суп дня. Свинина. Салаты. Лаша кепа, это что-то из лососины. Ну, в общем, вот, такие цены. Это из курицы. Это рыба. Ну, в общем, мохито нету. Очень печально. Как-то в прошлый раз мне очень понравилась здесь мохито безалкогольной. Но нету, не знаю, по какой причине. Заказала филе ассасины, половинку, с тушеными овощами. Устала. Сейчас пообедаю и поеду в Ригу. Мне принесли. Ну, знаете, она ведь не очень выглядит, если честно. Как-то в прошлый раз выглядела более красиво. Сейчас я попробую на вкус. Скушаю, вам расскажу. Ну, что я могу сказать. Покушала я не очень вкусно. Кусочек рыбы маленький. То есть, цена 8,30. Зарыву с овощами. Морковку я, там, знаете, вареное цепо овощи. Минералка, бутылочка. 8,30. Сразу видно повышение цены. Причем немаленькой цены повышения. Ну, и плюс, что хотела сказать. Надо было, наверное, суп скушать тарелку. Это было бы намного дешевле. Такой же эффект был бы. Ну, ладно. Все дорожает у нас, друзья, к сожалению. В том числе, почему вот аквариум не стало? Потому что это электричество. Так что, вот, ладно. Все. Еду в Ригу. Продолжение следует. Продолжение следует.